Приветствую вас, дорогие друзья, в каюте Капеллана. На тему сегодняшней нашей беседы мы решили посвятить правде. Вы знаете, не зря в народе говорят, у каждого своя правда. И отчасти люди правы, действительно, у каждого своя правда. И каждый может как-то объяснить, почему это так. А вот насколько она своя, и насколько есть правда общая для всех. Да, вот это очень интересный вопрос, потому что сегодня действительно для людей кажется, что есть своя правда. И я абсолютно с вами согласен, что действительно есть у каждого своя правда. Почему? Потому что каждый смотрит со своей стороны. Каждый видит слона так, как он его видит. Кто-то видит только ноги, кто-то видит хвост, кто-то видит хобот. И он говорит, что слон это такое, как дерево. Другой начинает рассказывать, что нет, слон это такое узкое, как змея. А на самом деле есть некое объективное представление. Но проблема в том, как увидеть это объективное представление. Ну то есть для того, чтобы увидеть, чтобы за частностями не терять общую картинку. И пока ты не увидишь общую картину, ты не можешь понять, что происходит. Где действительно правда. И кажется, что ты живешь только в своей правде. И другого не существует. Мне кажется, в этом проблема. В этом проблема, когда мы не хотим услышать от другого, который об этом же слоне рассказывает другие вещи, не хотим услышать, что он тоже честно видит вот этого слона, как он видит. Вообще понятие «правда» сопрягается с другим словом «истина». Есть слово «истина», есть слово «правда». Иногда мы считаем, что это одно и то же. Мне кажется, что здесь есть некоторая разница. Не напрасно, что два слова существуют. Разница есть, семантическая разница есть. Есть действительно и духовная даже разница. Потому что истина исходит от слова, даже вот этимологически, она исходит из слова «есть». «Естина». Когда-то это было слово в старорусском языке «естина». То есть то, что оно есть на самом деле. Вот то, что реально существует, это «естина» или, как сегодня мы говорим, «истина». А правда – это то, как я вижу то, что существует на самом деле. Я вижу отражение этой объективной реальности. А отражение всегда преломляется через меня. Я вижу своими глазами, у меня свои очки, и у каждого свои очки. И вот вы абсолютно правы, что проблема как раз в том, что мы не умеем совмещать разные очки. Мы боимся снять свои очки и увидеть другими глазами. А ведь это очень важно, мне кажется, увидеть что-то другими глазами. Я думаю, для этого нужно как минимум желание. И как минимум понимать, что что-то есть большее, чего я не знаю. То есть я могу видеть тот же самый хобот, но если я вижу, что он куда-то идет, значит даже простым путем ты понимаешь, он же хобот этот, он же не висит в воздухе. Мы же понимаем, что хобот привязан как-то к телу. И если я понимаю так, если я хочу действительно понять, я начинаю смотреть, и я вижу, а что дальше. И вот когда человек действительно так смотрит, я думаю, что он способен увидеть, но надо быть честным и иметь желание. И вот здесь, мне кажется, очень интересно посмотреть, как Христос предлагает смотреть на истину и на правду. Вот когда-то он стоял перед Пилатом и сказал об истине, я есим истина. А Пилат так скептически говорит, ну что такое истина? Обычный нормальный культурный светский человек, а что такое вообще истина? Ну не выдумывая здесь ничего. А Христос был прав ведь, потому что то, что он есть истина, это как раз и есть вот та объективная реальность, которую трудно увидеть, потому что мы смотрим со своего угла, видим свою только правду. А он есть истина, потому что он есть, он всегда есть. Он и есть та объективная реальность, которая, собственно, этот мир сформировала, которая сегодня управляет этим миром, это и есть объективная реальность. Но увидеть это надо, глядя с разных сторон. И вот Христос как раз предлагает различные точки зрения, он дает загадки, он дает притчи, он высказывает некоторые очень странные заявления. И вот если мы начинаем думать, если мы начинаем рассуждать, мы начинаем ближе и ближе понимать истину, потому что понимая объективную истину Христа, даже, конечно, не целиком и не в силах это охватить, но хотя бы частично, мы можем потом спроектировать это и на материальный мир, на тот мир, в котором мы с вами живем. И я даже думаю, что в помощь мы говорим о абсолютно практических вещах. И наверняка те, кто смотрит, задают вопрос, а как практически? Я думаю, практически, если применить, вот реально, мы же не просто говорим, как представить, а вот практически. Я думаю, у человека должно быть понимание, что я чего-то не знаю. Точно. При всем том, что я могу знать много или мало, не важно, но чего-то я не знаю и, может быть, даже очень важного не знаю. И вот если в сердце есть вот это понимание, в голове, в сердце, то вот это как раз и человека будет двигать к тому, что он... Тогда он будет из своей правды выходить к истине. Выходить к истине. Да. И это вот очень важный момент, чтобы из правды выйти к истине. А для этого надо согласиться со словами Христа, что блаженный нищий духом. Тот, который считает, что он уже высокий духом, тот, который считает, что у него все есть, что он обрел это знание правды, что он есть и сама истина, можно быть так вот в кавычках, где-то подспудно. Он закрыл себе путь к познанию истины, он остановился в познании истины. Поэтому для того, чтобы истина действительно могла стать истиной для меня, я должен свою правду немножечко сузить, я должен очень скромно посмотреть на свою правду. И я думаю, что не зря Христос употребляет именно вот это слово «нищий», не «бедный», а «нищий». Потому что бедный человек считает, что у него что-то есть, он что-то знает, а вот «нищий» понимает, что у него ничего нет. И как раз вот это его двигает к тому, чтобы что-то узнать и что-то понять. Я думаю, что если бы это было у нас качество, нам бы многие вопросы открывались, мы бы их понимали больше. Тема затронута, беседа продолжается. Если у вас есть вопросы и пожелания, пожалуйста, пишите нам, ставьте лайки. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok